Добро Конечно же хочется, если человек не может приехать сам, то, соответственно, приехать надо к нему, а лучше к ним, и рассказать, и помочь, и посоветовать, и порекомендовать, и поделиться опытом. И это как раз тот самый взаимообмен, взаимообмен межрегиональный. Дать какие-то четкие инструменты, которые можно объяснить, как им пользоваться. То есть это как раз тот самый фундамент, на котором базируется и любой проект, и любая организация, и любой коллектив. Когда ты понимаешь, кто ты, что ты, и что конкретно ты строишь, очень классно из этого потом собираются целые там, которые же поселок, либо наоборот, район девятиэтажек. То есть ты четко понимаешь свою стратегию, что конкретно ты делаешь, для кого и каким образом. Я вот никогда не знала, как нужно писать проекты, как нужно к ним идти, какие цели у меня должны быть. Сегодня вот уже написали, уже с нашей командой думаем, наверное, что будем вкладываться и делать. На самом деле замечательное мероприятие. Очень много информации подчеркнули, пообщались с коллегами, разрабатывали различные проекты. Дает заряд эмоций положительных и направление на последующую деятельность. Разобрались, скажем так, в проектной деятельности, как писать на грантовые конкурсы, материалы собирать и какие они должны быть. Поэтому я думаю, что данные мероприятия полезны для всех. И никто из сегодняшних коллег не ушел, не подчеркнул для себя что-то новое. Желание все-таки начать писать. Появился. Да, появился проект какой-то. И обязательно будем подавать заявление на грант. Просто сейчас надо определиться, что это будет за проект. Идей много. Желание имеется. Не хватает опыта. И вот теперь есть люди, которые, в принципе, могут тебе помочь справиться. По крайней мере, можно посоветоваться с кем-то. Социокультурное проектирование было уже мне немножко известно. Но в основном по теории. Сегодня я некоторые моменты мы проиграли на практике. То есть теория легла, как говорится, на практику и стала некоторые места очень понятны. И уже, как говорится, по полочкам все разложилось. И теперь уже более понятно, как это применить именно в работе музея, например. Понятны стали методы, как это все проявлять, выявлять, как ставить цели, выявлять целевую аудиторию и как с ними работать. У нас очень многие, конечно, заинтересованы в написании проектов, потому что край наш очень такой самобытный. У нас проходил Калчак по Буткинской дороге, а там у нас остались дома купцов, у нас родина Ельцина. Очень доступно подавала информацию. Все это было в интерактивной форме. Как говорится, правильная формула, очень мало теории, очень много практики. И мы на конкретных примерах нас забрали, как. А самое главное, как привлечь к себе свою аудиторию и как именно ее создавать, и как привлекать к своему мероприятию все больше и больше людей. Субтитры создавал DimaTorzok